Всем босс, пацаны! Сегодня мы расковыряем гитарный биточек от Maestro Palagina для трека De Limbo и Johnny, собственно, босс, так что стартуем. Темп сегодня даже менять не придется, потому что в треке у нас 140 bpm, и в качестве основной гитары я взял Be Blue Electric Standburst Deluxe для контакта и пресет звучания Clean Blue, прямо как ясное небо над степями Казахстана. Наш скейл на сегодня это Fa натуральный минор, то есть F minor natural, так сказать, и вся мелодия основана на трех аккордах. В первом такте два раза подряд играет Fa минор, потом вступает C sharp, уже мажор, и затем идет D sharp, тоже мажор. Пока не совсем как в треке, но стоит добавить ритма, и все станет интереснее. Добавляем вот таких вот ритмических ноток. Поинтереснее, но, конечно, все равно не то, потому что в гитарных мелодиях все дело в нюансах, и добавим немножко разнообразия. В первом аккорде мы уберем нотку C, во втором аккорде мы уберем нотку G, и это по-прежнему это F minor, и это F minor. Здесь мы вот эти нотки просто сдвинем, и здесь уберем нотку A. Только в качестве перехода на начало снова нам нужно вот в этом месте поставить ту-ту-тун, две нотки, короче. Вот так звучит поинтереснее. Так, теперь давайте берем все ритмические нотки, и немножко их убавим, особенно вот эти части. Теперь нажмем Alt-S, чтобы все это немножечко очеловечить. Вот как-то так. Теперь Ctrl-B продлим еще на два такта, и вот здесь вот добавим. О, да, вот так лучше. Вот эта нотка A по отношению к C-шарп является как бы четвертой ступенью, которая превращает C-шарп мажор в септаккор, то есть как бы не из трех ноток, а из четырех. Короче, это добавляет прикольного звучания, только вот здесь вот я хочу немножко убавить. И это в конце концов добавляет немножечко разнообразия. Чтобы звучало побогаче, можем добавить на маленькой громкости басовые нотки. Отлично. И как бы возвращаясь к степям Казахстана, Лимба в песне утверждает, что он не забывает, где он рос. Но в клипе он как бы пытается нас убедить, что рост он на самом деле в Японии. И к слову, это не первый раз, когда казахи выдают себя за японцев, кстати. Но мы тут ради музыки, так что добавим второй инструмент. Я решил взять его из серума, потому что он просто у меня под рукой. А вообще такие звуки есть почти в любом синте. Вот такой вот plug в первую очередь, давайте немножко. Открутим релиз и добавим атаку, чтобы убрать вот этот неприятный щелчок в начале. По факту этот инструмент играет простое арпеджио по ноткам аккорда. За небольшим исключением, правда. Он в первую очередь идет не вверх, а сначала спускается на ступень вниз. То есть в наш аккорд входит F, G-Sharp и C. И он идет не сразу вверх на G-Sharp, а сначала вступает вниз на одну ступень на C. И потом уже идет на F, а потом уже на G и на C снова. Только уже выше. И заканчивается ноткой A-Sharp. Потому что... Не знаю почему. Потому что так в треке. Но я думаю, это сделано для того, чтобы последняя нотка была немножко неустойчивой относительно аккорда F, чтобы добавить какой-то краски в звучание. Потому что у нас потом нотка C, потом снова A, потом C. То есть все равно она гуляет как бы по ноткам наших аккордов. И давайте продлим все это на 8 такт. И еще этот plug будет играть не тут, а вот так. То есть очень низко. Еще там есть какая-то интересная штука. То ли флейта, то ли вообще непонятно что. Я тоже взял ее из серума, потому что тут есть прикольная. Суперсинтетическое панфлюти. И там, возможно, у этого инструмента в треке более сложная партия. Но я разобрал только две нотки, потому что все остальное то ли чем-то замаскировано, то ли зафильтровано. Короче, играет она вот. И все. Раз в 4 такта. Но даже так она добавляет краски. Потому что мы накинем на нее довольно жирную реверберацию потом. Ну и лишний раз напоминаю, что проект этого бита, ну точнее того, который получится в конце этого видео, вы сможете скачать у меня в инстаграме по ссылке в описании, как только этот ролик наберет 3333 лайка. Естественно, все партии всех синтезаторов будут на всякий случай заресемплены. Так что если ты хочешь поскорее поковыряться в этом проекте самостоятельно, или тебе просто нравится этот биток, то смело прямо сейчас под этим роликом ставь лайк, и уже очень скоро ты сможешь заполучить этот проект. А нам тем временем осталось добавить пару инструментов. Это амнисфера, в которой я решил взять инструмент Селести. А именно вот этот звук вибро-ретро играет. Он практически то же самое, что и... Практически то же самое, что и гитара, только вот эту нотку я все-таки перемещу обратно, чтобы было... Попустим все на октаву вниз. Ctrl-B. И, наверное, пробежку сделаем только раз в 4 такта. Ну и можно Alt-S тоже нажать. Там другой немного использован клавишный инструмент, но мне понравилось, как звучит вот с этим. Ну еще я возьму бас из аналог лаба, лайки пресеты, то есть те, которые мне понравились, types, бас и вот этот. Вот этот синт мне прям очень нравится. Играть он будет просто по ноткам аккордов, то есть по басовым ноткам. И вот эти все немножко продлим, чтобы появился Глайд. И поскольку лейбл, на котором выпускается Джонни из-за Лимбо, в прошлом назывался Жара Мьюзик, я решил использовать все драмки из пака Майка Жары. Но еще к вам у меня есть один небольшой вопросик. Вот кто-то из вас, моих зрителей, постоянно слушает Лимбо, потому что я о нем в первый раз прям громко услышал именно на вот этом треке про Чилл от Джигана, вот этом летнем треке. И потом только я узнал, что это за артист, и послушал несколько разных других работ. А вот из вас, кто-то вот прям, ну, постоянно слушает Лимбо, или тоже, как и я, в основном, слышали о нем на каких-то таких относительно громких хитах. Напишите об этом в комментариях, потому что мне действительно очень интересно об этом узнать. И я вообще, собственно, вообще все комментарии читаю. Ну и начнем биток со сложного. Конечно же, это клэп. Наверху выделяем Ctrl-B. Если слишком скучно, то можно к нему что-нибудь прилейерить. Например, вот такой вот клэп. И Q в минус. Вот какой-нибудь такой звук. Мне нравится так чуть больше. А вы как хотите, собственно. Потом добавим хай-хэт. EQ ему чуть в минус. И чуть-чуть буста. Вот так. Второй звук потише. И у него есть целое одно ускорение. Переключаемся на одну треть. И оно будет располагаться вот здесь. И теперь рим. Он звучит, ну, не совсем обычно. Тут играет сразу после кика. Потом вот тут играет сразу после кика. Вот здесь играет стандартную партию. Дублируем. Ctrl-B. И вот этот просто убираем. Все. Готово. Open Head. Envelope ему настроим. EQ в минус. Буста добавим. Играть он будет не на C, а на... Давайте на A. И покороче. Вот так. Да, и все. Раз за 8 тактов. Басу обязательно включаем Cut Itself. Пока я бас пропишу на октаву выше, чтобы вы на телефоне хоть что-то слышали. И он будет играть просто по басовым ноткам наших аккордов. И вот здесь он играет на C Sharp. А вот здесь вот у нас есть переход с C Sharp на D Sharp. И он здесь совпадает с клэпом. А вот здесь мега сложное ускорение. Вот такое. И вот здесь у нас тоже будет мега сложное ускорение в предпоследнем такте. Вот такое. Очень сложная партия. Ctrl вниз, чтобы опустить на октаву, где она и будет играть в конце. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V на кик. Заходим на кик. Alt-K. Enter. Партия кика частично совпадает с басом, частично нет. Например, вот этого звука тут нет. Он вообще нигде ни разу не совпадает с клэпом. Здесь вот у него есть двойной удар. Вот и вся партия кика. Теперь все звуки переименуем и сбросим на микшер. И сразу соберем групповые каналы инструментов. Бас туда входить не будет. И групповой канал ударных кик с басом туда входить не будут. Даже можно собрать канал со снэрами, канал с хэтами. И потом только общий групповой канал ударных. Самой замороченной в звучании будет гитара, поэтому начнем с нее. Нам нужно, чтобы она сама по себе не очень широко звучала, но при этом, чтобы у нее был очень широкий хвост ревера и широкий дилей. Так что на первое место ставим A1 стереоконтрол. Сейв бас в нем включаем на максимум и немножко сузим. Давайте до половины немножко заузим ее. И после этого ставим эко бой, в котором мы переключимся на пинг-понг, чтобы повторения были влево-вправо. Фидбэка добавим, чтобы повторений стало больше. А микс убавим, чтобы они стали потише. И отпилим им немножко низа. Ну, конкретно им отпилим низа и конкретно им отпилим вверх, чтобы... Чтобы дилей был такой красивый и ненавязчивый. После этого ставим RC20. Отключаем в нем все, но можно сатурацию еще немножко ставить. Кроме реверба. Нам нужен тут реверб. Вверх ревербу и низ ревербу немножко отпилим. Decay какой-нибудь средненький. Ну и Pro-Q3 в финале, чтобы зайти сюда и в сайде. Отпилить еще больше низа, короче, в сайде ему. И немножко меда в середине, там, районе 1000 или это. Буквально чуть-чуть. На плак мы повесим только A1 стереоконтрол. Сузим его тоже до половины и сейв бас ему на максимум. А на флейту мы перетащим эко-бой с гитары. Только микса еще побольше и фидбэка еще побольше. Убавим отпил низких и высоких частот. После этого повесим в Эльхалу шиммер. С пресетом, с пресетом концерт холл давайте. И микс где-нибудь вот типа в районе 40. Давайте еще чуть-чуть побольше. А на эти клавишные, ну просто чуть-чуть им середину низкую отпилим. Чтобы не выбивались. Ну и конечно на группу инструментов. На всю группу мы кидаем Сатурн. Чуть-чуть убавим низ, чуть-чуть добавим вверх. Все что наверху, примерно выше 2 кГц, засатурируем посильнее. На бас из аналога клаба я наверное ничего не буду кидать. Просто немножко его сужу в стерео базой стандартно. Вот так до. Вот так после. Ну и давайте соберем вступление. Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. И жмем Split by Channel, чтобы раскидать по паттернам. В плейлисте выделяем первый паттерн. Нажимаем Shift, выделяем последний, перетаскиваем. И вот они все наши паттерны. Сделаем вступление. В нем играет гитара, потом в нем играет плаг, в нем играет флейта. Ну и для красоты давайте закинем сюда еще басец. Во вступлении последнего так-то у нас не будет. Здесь у нас будет бдум. А вот здесь вот у нас будет уход в лоу-пэс. Но давайте сделаем его чуть позже. Сначала бдум. В качестве бдум я решил взять из пака майка жары также два стомпа. И один из них мы дублируем из-за Make Uniche. Чтобы зайти в его настройки и развернуть. Чтобы получить. Такой эффект. Мне нравится, как оно так звучит. А теперь добавим лоу-пэс на все инструменты. Для этого дёте фильтр. Закидываем на канал инструментов. Драйв ему убавляем. Потом, чтобы сделать ему автоматизацию. Включаем вот эту кнопочку. Потом крутим LP. Как-то вот так. И снова на эту кнопочку уже правой кнопкой мышки. Create Automation Clip. Появляется клип автоматизации. И нам нужно сделать здесь какой-то такой вот типа уход под воду. Как это принято называть. И вот как-то так давайте сделаем. Только не так сильно. И после выхода из этого лоу-пэса. После вот этих стомпов вступает основной паттерн. Почти все. Кроме Celeste. Кроме Open Head. Вот этого. И кроме Rima. А потом в следующем паттерне вступают и они. Теперь займёмся громкостью ударных. Давайте сразу сделаем Side Chain от кика на бас и на инструменты. Для этого выбираем канал кика. И на канал 808 баса. Вот на эту стрелочку правой кнопкой мышки жмём. Выбираем Side Chain to this track. И теперь на 808 бас закидываем фрутилиметр. В режиме компрессора. Именно компрессор во фрутилиметре. На Side Chain правой кнопкой мышки жмём. И выбираем канал кик. Теперь рейшу. Ну типа около на максимум. И треш-холдом ловим громкость. Вот так делать не надо. Типа не нужно, чтобы было прям явно слышно, как работает Side Chain. Он должен быть немножечко незаметным. Такой ниндзя Side Chain. Как лимба. Теперь то же самое повторим для инструментов. Ну и конечно на драмочку закидываем факт-фильтр Saturn. Тюби-клинтюби. Только пожёстче, чем с инструментами. Ну ещё можно на групповой канал хай-хетов закинуть немножко стерео-имайджера. С просто супер-мега аккуратной настройкой. Стерео-айс включаем. Вот этот бенд поднимем чуть вверх. И как-то... Вот так. И вот чуть вот так. Ну и ещё давайте уж, раз пошло такое дело, закинем сюда Send канал с реверберацией. Я всегда одни и те же настройки делаю. Так что я создал пресет. Вот тут параметрика Q, который просто обрезает вверх. Потом Vintage Verbe с пресетом Tide Room. На стандартном эквалайзере чуть-чуть опущенная вот громкость серединки. И всё. Давайте в этот канал по чуть-чуть направим все звуки. Ну и тоже этот ревер явно слышен. Не должен быть. Он должен немножко ощущаться. То есть если вы его отключаете, есть ощущение, что пропадает пространство. Не более того. Так, вот примерно вот такая вот структурка, как в треке. Единственное, что я стомпов накидал побольше. Потому что у нас нет голоса, который является в какой-то степени украшением трека. Из интересного у нас в основном куплете играет только гитара. Остальные инструменты не играют. Ещё тут есть вот такие вот паузы. Потом у нас есть типа Bridge. В котором я тоже поставил Low Bass. Потому что, по-моему, в треке он тоже там есть. И вот здесь я поставил тоже стомп. Но чтобы он как бы нормально звучал в сочетании с басом и с киком. Я сделал его максимально коротким, чтобы было... Чтобы бух был, но не более того. И в конце я сделал выход. Тоже через Low Bass. Давайте посмотрим, что у нас там на мастере. А на мастере его конкретно можно подбустить. Ну, вот это лишнего уже. И софт нас убавим где-нибудь до 15. И я чуть не забыл. Самое главное. Самое-самое-самое главное в этом бите. Без чего он не может существовать. Shift на хете. Совсем другое дело. И вот такой вот получился биток. И прежде чем мы его послушаем, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от Ада Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании под этим видео. Можете написать мне ВКонтакте, в личные сообщения или в Директ в Инстаграме. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если этот ролик показался вам капельку интересным, чуть-чуть полезным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк под этим роликом. И обязательно подпишитесь на канал, если вам понравилось это видео. Другие видео понравятся точно. И чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал. Это несложно. Просто промотайте, нажмите подписаться или переверните из горизонтального режима вертикальный и нажмите подписаться. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. И я уже жду вас в следующем. С вами был Игорь Негода.